Всем привет, друзья! С вами я, Эдскарабер. Сегодня интересное видео о 10 фишек MIUI 11. И это скрытые фишки, которые вам, возможно, очень-очень сильно понравятся, друзья. Предыдущее видео про MIUI очень хорошо зашло, подписчикам очень понравилось, поэтому сегодня, друзья, скрытые фишки MIUI 11. Давайте начинать. Первый момент. Многие в комментариях задают вопрос, почему у всех прилетело обновление на телефон, а у меня, соответственно, на телефон обновление не прилетело. Есть определенные решения этой ситуации, скрытые обновления или же ранее обновление, чтобы оно прилетело на ваш телефон. Как это настроить? Заходим в настройки, далее о телефоне, далее обновление системы, соответственно, появляется стандартная страница обновления. Здесь три точки сверху. Нажимаем на них, нажимаем далее на настройки, и внизу вы увидите раннее обновление. Ставим галочку. Теперь вы получаете обновление один из самых первых, друзья. Классная фишка. Очень классная, соответственно, вы получаете обновление самым первым, и радоваться, не ждя, пока у всех остальных появится прошивка, и только в конце появляется у вас. То есть MIUI получает сигнал, что вы хотите получить обновление самым первым. Соответственно, они присылают его в числе первых вам. Классно, классно. Отличная фишка. Знали об этом? Пишите об этом в комментариях. Второе, друзья, карусель обоев. Стандартная такая фишка, но многие писали, что у этой фишки нет в вашем телефоне, даже если у вас так, и MIUI 11 решение очень простое. Я уже писал об этом в комментариях, но решил дополнить для того, чтобы всем было понятно. Переходим в настройки. Далее расширенные настройки. Следующий регион. И регион выбираем Индия. Устанавливаем Индию, и все, друзья, в порядочке. У вас появляется карусель обоев и много других плюшек. Также звук улучшается, но и некоторые другие моменты тоже улучшаются. Третий момент. Это возможность небольшой кастомизации рабочего стола. Изменение стиля часов. Переходим в настройки. Активные экраны, блокировка. Далее экран блокировки. Стиль часов, экраны и так далее. Здесь есть три стиля часов. Вы можете выбрать любой, который вам нравится. И, соответственно, закастомизировать ваш телефон. Согласен, настройка так себе, не очень большая. Но, друзья, я хочу сказать, что мы сейчас говорим о стандартной MIUI. То есть мы не берем какую-то кастомную версию. То есть стандартная MIUI уже дает нам возможность кастомизировать нашу прошивку. Это реально очень классная фишка. Далее четвертый момент. Это подпись на экране. Обратите внимание, когда вы пытаетесь разблокировать экран кнопкой, то есть определенная надпись. В моем случае не трожь мой телефон. Вы можете написать что вам угодно. И эта надпись отличается от надписи на экране. В том случае, если вы пытаетесь его разблокировать, нажимаете на кнопку разблокировки. Здесь надпись. Не трожь мой телефон. Вы можете написать все, что угодно. Настройки, друзья, все те же самые. Настройки. Далее активные экраны. Блокировка. Следующий экран блокировки. Подпись на экране. Нажимаете туда. Соответственно, пишите все, что вам угодно. Но есть ограничения по знакам. Это, конечно, плохо. Надо написать в MIUI, чтобы они все-таки расширили. Больше писать знаков, для того, чтобы можно было там мемуары себе записывать на рабочий экран. И как бы наслаждаться этими мемуарчиками. Друзья, ну в общем, такие моменты. Пятая фишка. Просто для меня это отвал башки. Я, честно говоря, до конца не верил, что эта фишка существует. Она существует уже достаточно давно. Но в MIUI 11 очень красиво реализовано. Называется фиксатор фокуса на камере. Что это такое? По сути, это профессиональные настройки фото и видео. Все профессионалы снимают именно в ручных настройках. Раньше это было доступно только на внешних программах, которые можно было загрузить из Google Маркета. Но все эти программы были достаточно недешевые. Я, допустим, видел в районе 1000 рублей. Была очень хорошая программка для того, чтобы выставлять эти настройки. Представляете себе. Так вот, как это работает. При видео и фотосъемке, я подчеркиваю, что в видеосъемке все эти фишки тоже присутствуют. То есть, вы можете снимать видео с зафиксированным фокусом. Представляете себе? Да. Что для этого нужно? Вы фокусируетесь на определенном объекте. Далее вы нажимаете на эту же иконку фокуса. Зажимаете ее и ждете до появления желтого значка. Если появился желтый значок, все в порядке. Вы зафиксировали фокус. Далее, как бы вы ни болтали своей камерой, ваш фокус будет оставаться именно на том предмете. Правда, следует учитывать, что камеру нельзя двигать вперед и назад. Но, понимаете, это фокусное расстояние. От этого никуда не убежать. Все те же самые настройки работают и в видео. Давайте мы посмотрим примеры видео, как это работает. И, наверное, профессионалы по фото и видеосъемке уже задают вопрос в комментариях. Есть ли блокировка баланса белого? Да, друзья. И блокировка баланса белого здесь тоже прям есть. И это прям очень круто. Для этого вы пальцем делаете свайп вверх или вниз, прямо на этой же иконочке. И, соответственно, вы видите, как меняется баланс белого. В темную или же в светлую сторону. Соответственно, какой баланс белого вы бы не выставили, он останется у вас. Даже если произойдет ядерный взрыв, баланс белого останется на месте. Это принудительная фокусировка и от нее никуда не убежать. То есть, MIUI сделала профессиональные настройки в своем телефоне. Это вот за это, друзья. Им просто большущий-большущий респект. Можно снимать профессиональное видео на этот телефон без каких-либо левых программ. И это реально очень-очень классная фишка. Спасибо большой компании Xiaomi за это. Шестая функция называется калькулятор в отдельном окне. Заходим в калькулятор. И сверху слева мы видим значок, который намекает на то, что можно свернуть калькулятор. Мы нажимаем, калькулятор сворачивается и появляется в отдельном окне. Удобно? Очень удобно. Далее, следующая иконка в виде капельки на этом же калькуляторе говорит о том, что вы можете настроить прозрачность калькулятора. Тоже удобная фишка. То есть, вы можете поставить полупрозрачность, еще большую прозрачность, ну и так далее. То есть, возможность кастомизации очень даже большая. Открывайте браузер, находите нужные вам цифры. Допустим, вы хотите посчитать курс доллара или что-то в этом роде. В калькуляторе отдельно считаете. У вас все цифры перед глазами, калькулятор перед глазами. Не нужно переходить от одного приложения к другому, друзья. Пишите, как вам такая фишка, как вам такие фишки компании MIUI. Пишите в комментариях какие-то, может быть, вы знаете скрытые фишки этой прошивки. Обязательно, друзья, буду посмотреть. Седьмое, это быстрая очистка заметок. Тоже интересный момент, друзья. Если вы напечатали текст, вам что-то не понравилось, и вы хотите этот текст полностью удалить. Вы делаете простой свайп двумя пальцами снизу вверх. Появляется вот такая красивая анимация, которая сопровождает это действие. И все, друзья, исчезает. У вас чистое поле и предыдущая заметка появляется. Круто, друзья. Очень круто. Мне понравилось. Восьмая фишка. Это когда вы заходите в меню всех открытых программ. Долгим нажатием на определенную программу открывается контекстное меню. Так вот, здесь три варианта. Вы можете заблокировать, чтобы эта программа никогда не вылетала. То есть она всегда будет находиться в активном режиме. Это значок замка. Далее второй момент. Это разделение экрана. То есть если вы хотите поделить эту программу с другой какой-то программой на одном экране. Здесь все понятно. И третье это настройки программ. Переходите сюда. Здесь вы видите, сколько программ занимает места. Сколько интернета она кушает. Ну и так далее. То есть обычные стандартные настройки, которые вы можете проверить. И также вы можете выставить разрешение для той или иной программы. Круто. Друзья, контекстное меню. Девятый момент. Функция конкретного контекстного меню в приложениях. То есть это быстрый доступ к тем или иным фишкам. Привожу самый простой пример. Настройки. Зажимаете иконку настроек. И у вас выходит контекстное меню. Допустим, Wi-Fi. Звук. И настройки экрана. То есть вы можете сразу быстро, не заходя в меню, перейти в Wi-Fi. Настроить Wi-Fi и так далее. То есть то же самое со звуком, с яркостью экрана и все такое. Этим компания Xiaomi не ограничивается. Другие иконки вы можете позажимать. И тут тоже всяких много разных приложений. Допустим, на YouTube вы можете посмотреть свои подписки, поиск и так далее. Если вы зажмете Chrome, то здесь, допустим, новая вкладка. Ну и много-много других фишек, друзья. Тоже прикольная фишка. Очень удобно. Пользуйтесь. Не забывайте об этом. Все-таки китайцы стараются для нас. Десятая фишка, друзья. Последняя. Это картинка в картинке. Сразу скажу, что работает она не совсем однозначно. С одной программой она работает почти что на отлично, но есть определенные проблемы. Как ее установить? Заходим в настройки. Далее пароли безопасности. Следующая конфиденциальность. Далее специальный доступ. В специальном доступе мы находим раздел картинка в картинке. Заходим туда. И те программы, которые там доступны, выставляем разрешение включить на каждой программе. Так вот, как это должно работать? Допустим, когда вы включили YouTube и вы выходите из YouTube, а ролик у вас сыграет, то, по сути, должна появляться картинка в картинке. У меня почему-то эта тема не работает. Друзья, пишите в комментариях, почему. Может быть, что-то я до конца не настроил, хотя вроде бы все сделал правильно. Эта функция очень хорошо работает с Google Maps. То есть, если у вас открыты... Если у вас в Google Maps проложены карты, то есть вы куда-то едете, и у вас конкретно активный режим. То есть, вы, допустим, едете в машине, у вас проложен путь. Так вот, если вы сворачиваете эту программу, то иконка появляется сбоку, и реально очень классно. То есть, вы можете отслеживать путь и смотреть еще какие-то другие программы параллельно. Классная фишка и функция. Почему-то не работает с YouTube или же, допустим, с другими программами. До конца, друзья, не понял. Будем разбираться, будем посмотреть. Вот такие интересные функции. Фишки, скрытые от компании Xiaomi и ее прошивки MIUI. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.